А если статавить так вопрос, то вообще смысл молитвы теряется. Тогда вообще не надо молиться. И тогда атеисты, они намного честнее и намного, в принципе, правдивее и достойнее, чем большинство нынешних религиозных. То есть эту энергию собирает та зверюшка, которая сидит на... Не факт, она может просто выливаться. Ты же понимаешь, что в природе так всё сделано, что если где-то есть выброс, найдётся и кто-то, кто захочет этим выбросом покормиться. И вот, соответственно, на каждую из чакр, это как минимум, мы можем поставить, что есть 9 версий зверюшек, порождённых чертями. Методом сношения животных, их среда материала. А как это распределилось вообще? Или это было путём... Путём естественного отбора? Нет, не сознательного, а путём естественного отбора. А как у нас получается, что, допустим, птицы летают, а рыбы плавают? Ну просто такое естественное разделение, да, по чакрам, по энергиям. Кому-то, смотри, какая-то из зверюшек впервые, допустим, поняла, что можно присосаться к человеческому телу и питаться вот этой чакрой. Ага, то есть увидела избыток этой энергии? Да. И смотри, получается, остальные её собратья могли выжить где-нибудь там, могли не выжить, но ей было удобно, у неё постоянный доступ к кормёжке. И она начала активно плодиться. Соответственно, её дети начали также распределяться там по местности, также активно плодиться, также вот возник вид. А дальше или другая зверюшка села на другую чакру. Или от этой зверюшки, допустим, пошла её какая-нибудь детенёнушка на другую чакру, потому что их могло быть на одной чакре куча и неудобно. Как котята, допустим. Иногда бывает, что котята дерутся за одну и ту же сиську кошкину. Хоть рядом ещё куча сисьек вообще не потроганная. Я, допустим, когда жил в Сирии, у меня были котята, я часто специально брал котёнка и сунул его в другую сиську, чтобы он не мешал другому кушать, поскольку их можно распределить нормально. Вот так и на чакрах, образно говоря. Вот там их на одной чакре скопилось, и вдруг какая-нибудь зверюха пошла на другую и думает, «О, а здесь так тоже же можно накормиться». Чуть по-другому другие всё, ну, можно пристроиться. И тоже начинается вперёд. То есть точных у меня исторических данных этого нет, но в ведах разные священнослужители на эту тему проводили эксперименты, рассуждали. И вот некую такую квинтэссенцию разных ведических теорий возникновения тонкоматериальной живности я сейчас изложил. Которая, в частности, проводилась, вернее, проверялась, когда, допустим, на добровольцев садили абсолютно чужих, ну, находили вообще чужих разных версий живых существ на Земле, ни человеческих паразитов, ни животных, а которые сами по себе там жили, в труднодоступных регионах. Но вот происходили именно из-за животных засношатых чертями тогда, когда черти деградировали. И садили, и пытались проверить, и со временем появлялись новые паразиты. То есть, как бы, можно из вот тех вывести тех, которые на людях живут. А часть решила вообще на людей не садиться, а жить просто в помещениях, где живут люди. Поскольку по чуть-чуть человек всё-таки кидает своих энергий, когда он ходит, когда убирает, когда потеет, когда ходит в туалет, когда питается, идут небольшие выбросы. И они это собирают и этим питаются. Они, как правило, аморфные, такие большие, и они лежат по полу, по где-нибудь там. Иногда могут на кровать залезть. По привычным плоскостям, да? Да. И не там, где человек находится, а рядом, где он находится, но в месте, которое никто не трогает. И у них есть свои тела, да, тоже. Свои тела. Но они тупые, они как наше животное, допустим. Это черти, они такие уже, как, допустим, неандертальцы или как какие-то дикари. Черти, их разновидность, девяносто. Нет, смотри, есть черти. Мы за них говорили. Да, да, да. А вот это животные и мезосношатые, которые стали сильнее, чем обычные животные, но не получили их уровень сознания. Да, я понял, что у них свой симбиоз живности был создан, и он с ними начали деградировать, и с ними слошаться, и пошла уже разновидность этих зеркалей. Ну, не животные черти, а черти животных. Да, да. Ну, и, естественно, перевозка с разных планет, иногда тоже паразитов сюда приводили. Иногда даже специально. А что же сделать невозможным для них подпитываться человеческими энергиями? Это способность человека управлять своими энергиями сознательно. Ну, смотри, если не идут никакие выбросы из чакр, и смотри, я сейчас очень примитивно постарался, а дальше ведь началось расхождение, некоторые стали специализироваться на каналы в ногах, некоторые на каналы в руках, некоторые стали специализироваться на осте, некоторые стали специализироваться на других каких-то нюансах. Ну, вот как на Земле, вот среди биологических животных, как каждая что-то ест, и каждая где-то живёт. И вот, как мне некоторые биологи начинали, ну не бывает такого. Я им говорю, ну а посмотрите на блох, посмотрите на глистов. Ведь глисты — это черви, которые приспособились к жизни не в земле, а в других живых существах. И блохи, у них есть дикие аналоги в дикой природе, и тоже нормально себе живут. Но блохи приспособились именно так. Дальше в морях есть такое, что киты обрастают мидиями и всякой такой вот уже живностью непонятной. И даже корабли иногда могут мидиями обрастать. То есть даже в дикой обычной материальной природе данный принцип используется на полную катушку. Поэтому удивляться, что в нескольких других версиях он используется, ну просто как-то неправильно. Однако, вот если не делать свои выбросы, и вот как раз мы подходим к твоему вопросу. Иногда, если они уже на человека поселились, иногда они могут пытаться его стимулировать, чтобы он этот выброс делал. Смотри, блохи поселяются на коте. Кот чешет за ухом когтями на ногах. У кота на ногах мощные когти достаточно, как правило. И он за ухом когда чешет, а у него вот эта мочка уха, она как некой такой выгнутостью вперёд. Там достаточно широко, если, наверное, как бы по сравнению с человеческой головой, наверное, с ладонь. Вот это как раз штука, которая ухо выгнуто. И когда он дерёт, там достаточно большая поверхность, которую он раздирает себе. И блохам становится удобнее добираться к крови, когда кот дерёт это всё дело. Он дерёт с мыслями о том, что он от них избавится, а на практике он им помогает. Поскольку им не нужно кожу прогрызать, им вот кровь на тарелочке, на блюдочке буквально. Так и эти, они могут что-то такое начинать. И если человек поддаётся, то тогда как бы у них ещё сильнее связь устанавливается. Они уже начинают участвовать в его поведенческих алгоритмах. Поскольку, получается, часть его жизненных решений ими продиктована. И они, естественно, больше прав получают в его жизни. И в какой-то степени он уже начинает на них ориентироваться, к ним прислушиваться на подсознательном уровне. И это уже сложный такой симбиоз очень. Но в животном мире такое тоже есть. Есть, к примеру, грибы, которые поселяются в муравьях. Муравью нужно выбраться на какое-нибудь высокое место, и там гриб прорастёт у него. Как же обычному человеку в этой проблеме для него разобраться? Дхарма. Принцип дхармы понятца? Что? Дхарма, адха, кама, моу. Оттуда именно. Оттуда, да. Но я же говорю не за целый словарь, я говорю конкретно. Что такое дхарма? Получение знаний? Нет. Если разбирать слово дхарма, оно состоит из трёх слогов и имеет в себе образ для живых существ истинной предписанной использования материального мира или возможностей материального мира. Исполнение предписанной получения? Исполнение своих обязанностей, следования тому, что нужно следовать. Также дхармой называются неотделимые качества, истинные качества того или иного предмета, того или иного живого существа. Например, сейчас, если мы откроем словарь и откроем там олово, и будет написано параметры олова, к примеру. Если бы мы открыли древний словарь, было бы написано дхарма вместо слова параметры. Ну или, как сейчас, допустим, иногда на инструкциях пишут составы применения. В древности бы написали слово дхарма. Кроме того, слово дхарма как дхарма осталось в языке. Дхарма или дхарма то, что и так уже присутствует некая изначальная непоколебимая объективная данность бытия. дхарма 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 дхарма